Всем привет! Это задача номер 8. Сейчас мы ее разберем. У нас есть куча коробок и, соответственно, есть много данных каких-то. У нас для каждой коробки есть параметр ее веса и параметр ее вместимости. Вместимость это то, сколько суммарного веса на себе она может вынести. Ну и, соответственно, коробка, которая под ней стоит, например, тоже имеет параметр веса и вместимости. И C2 должно быть больше либо равно, чем W1, чтобы она могла вместить на себя вот такую коробку. Следующая коробка имеет параметры W3, C3. И C3 должно быть больше либо равно, чем W1 плюс W2. То есть она должна вмещать суммарный вес двух стоящих над ней коробок. Ну и так далее. Давайте обратим сразу внимание на то, что если коробки стоят друг на друге, и внизу стоит какая-то катая коробка с параметрами WK, CK, то ее вместимость должна быть больше либо равна, чем W1 плюс W2 плюс WK минус 1. Ну, соответственно, чего здесь не хватает для полного счастья? Не хватает еще WK. Давайте добавим к обеим частям этого неравенства слагаемое WK. Получится, что вот такая сумма для самой нижней коробки, давайте назовем эту сумму LKT, такая вот сумма для самой нижней коробки должна, получается, превышать совокупный вес всех коробок в башенке. Совокупный вес назовем W. Мы, получается, выяснили, что LK для самой нижней коробки больше либо равно совокупного веса всех коробок. Из этого можно догадаться, что логичным в самый низ было бы ставить коробку, у которой самый большой параметр LK. Действительно, давайте подумаем, вообще у нас задача требует какого-то упорядочивания этих коробок. И типа W, W1, W2, W3 и так далее, WK. Упорядочивать по весу коробки логично было бы в самый верх ставить самые легкие коробки, а в самый низ самые тяжелые. Ну, потому что легкие коробки тогда меньше давят на все остальные. С другой стороны, логично было бы упорядочить их по вместимости. В самый низ ставить коробки с наибольшей вместимостью, чтобы на них можно было поместить как можно больше других коробок. С другой стороны, что если, помещая в самый низ коробку с большой вместимостью, она оказывается, например, с очень маленьким весом? И тогда получается, что логично было бы поставить ее не вниз, а в самый верх. И вот тут мы путаемся непонятно, по какому параметру упорядочивать коробки. Если коробки уже стоят в какой-то башенке, можно ли их переупорядочить по весу? Нет, нельзя. Вдруг коробка с самым маленьким весом окажется с большой вместимостью, а мы неэффективно поставили ее на самый верх. С другой стороны, коробка с большим весом может оказаться с очень маленькой вместимостью. Мы поставим ее в самый низ, а она не выдержит коробки, которые стоят над ней. Глупость какая-то получается. Упорядочивание по параметрам W или по параметрам C это какая-то глупость. А вот упорядочивание по параметру LK, который равен сумме W и C, это уже что-то поинтереснее. Потому что вот мы видим, что у последней коробки должно просто выполняться вот такое неравенство вместе с совокупным весом. Почему бы не поставить тогда в самый низ коробку с самым большим возможным LK, раз оно должно быть больше бровно совокупного веса? Давайте для полной строгости и формальности попробуем доказать, что если башенку можно какую-то построить из коробок, то можно теоретически эту же башенку переупорядочить по возрастанию LK. Берем башенку, которую кто-то уже как-то построил. Например, башенка состоит из нескольких коробок. И у нас есть коробка с параметрами, допустим, C3, W3. И коробка с параметрами C4, W4. И внизу, возможно, есть еще какие-то коробки и так далее. И вот так оказалось, что эти коробки стоят не по порядку, по которому мы хотим. Вот эти две коробки почему-то стоят не в том порядке, в котором мы хотим. То есть, так оказалось, что C3 плюс W3 больше, чем C4 плюс W4. Я утверждаю, что из этого следует, что можно эти коробки поменять местами, и башенка все еще будет стоять. Давайте поймем, что означает, что башенка в принципе устойчиво стоит. Вот тут вот есть там пара коробок. Может быть не пара, может быть их там несколько, может быть их там больше. Давайте скажем, что у них совокупный вес. Например, назовем его как-нибудь там W0. Вот этот совокупный вес всех этих коробок. Давайте поймем, что от смены мест красных коробок ничего не меняется для коробок, которые находятся над красными и которые находятся под красными. То есть, если я меняю местами две красные коробки, то все коробки, которые сверху, им все еще приходится держать тот же самый вес. У них такая же вместимость, у них у самих не меняется вес от перемены местами двух красных коробок. С другой стороны, от всех коробок, которые внизу стоят, ниже, У них тоже ничего не меняется, потому что им просто приходится выдерживать тот же самый совокупный вес. W0 плюс вес двух красных коробок. Значит, единственное, что надо проверить, это то, что сами красные коробки выдержат, если их поменять местами. Ну, давайте, во-первых, обратим внимание на то, что если C4 выдерживала все, что над ней стояло, это W0 плюс W3. То есть, вес всех этих коробок плюс вес вот этой вот синей коробки. То, когда мы поменяем их местами, по сути, эта коробка сместится повыше и вес, который над ней, он будет еще меньше. Значит, C4, вообще говоря, точно вместит W0. Нам и так известно, что C4 больше либо равно W0 плюс W3. Отсюда следует, что C4 больше либо равно W0. То есть, четвертая коробка, вот эта, она не сломается, все нормально. А вот третья коробка может сломаться, когда я меняю местами. Давайте докажем, что C3 больше либо равно W0 плюс W4. То есть, что C3 вмещает в себя спокойно и W0, и W4. Что мы знаем про C3? Мы знаем, во-первых, что C3 превосходит W0. Поскольку на данный момент коробка стоит в башенке и не ломается. Что мы еще знаем? Еще мы знаем вот это неравенство. C3 плюс W3 больше, чем C4 плюс W4. То есть, еще раз, C3 плюс W3 больше, чем C4 плюс W4. А еще мы знаем, что C4 вмещает весь вес, который над ней. Соответственно, C4 больше либо равно, чем W0, весь вес всех коробок, которые над ними, плюс W3. И вот из этой системы я хочу вывести этот факт. В принципе, внимательный взгляд на систему позволяет понять, что этот факт уже, по сути, выведен. Смотрите, если C3 плюс W3 больше, чем C4 плюс W4, то давайте напишем, что это, в свою очередь, больше либо равно. Вместо C4 я напишу W0 плюс W3. W0 плюс W3. И осталось W4 еще добавить. Ну, а теперь, если рассмотреть неравенство C3 плюс W3, а тут W0 плюс W3 плюс W4. W3 сокращаем, получается то неравенство, которое мы хотели. C3 больше либо равно W0 плюс W4. Мы доказали, что третья коробка тоже не сломается, если поменять красные коробки местами. То есть, если у двух коробок выполнено вот такое неравенство, то можно поменять их местами, чтобы коробка, у которой параметр L3 больше, чем параметр L4, стояла ниже. То есть, если вдруг у двух коробок соседних параметры L не в ту сторону упорядочены, то я могу поменять их местами. Это позволяет мне отсортировать коробки по возрастанию параметра L. Почему? Возьмем коробку с самым большим параметром L в текущей башенке. Ну, ее параметр самый большой, значит он больше, чем у коробки ниже, можем поменять их местами. Больше, чем у коробки ниже, поменяем местами. Все еще больше, чем у коробки ниже, поменяем местами. Итак, коробка с самым большим параметром L сместится в самый низ, сохраняя при этом все условия для того, чтобы башенка все еще стояла. И ни одна коробка не ломалась. Дальше мы возьмем второй по размеру параметр L, сместим его на второе место снизу. Итак, сделаем со всеми коробками по убыванию параметров L. В итоге башенка вся отсортируется по параметру L и все еще будет стоять. То есть, если башенку из коробок в принципе можно поставить, то башенку из коробок можно поставить по возрастанию параметров L. Замечательно. То есть, если башенка существует, то у нее параметр L1 меньше либо равен L2, меньше либо равно L3. Ну, для первой, второй, третий меньше либо равно L4 и так далее для всех коробок. Прекрасно. Теперь давайте поймем, как нам из данных коробок, то есть у нас есть некоторый массив. И в нем есть там у первой коробки параметр W1C1, у второй коробки есть параметр W2C2 и так далее WNCN. Нам надо понять, какое наибольшее количество коробок мы можем выбрать. Ну, первый шаг. Сортируем по параметру WI плюс CI. Это параметр, который я назвал LI. Вот по нему сортируем по возрастанию. Прекрасно. Теперь у нас массив, в котором все отсортировано по возрастанию. То есть у нас здесь находятся такие W1 и C1, которые самую маленькую сумму дают. Здесь такие W2 и C2, которые дают вторую по размеру сумму. И в конце WNCN с самой большой по размеру суммой. Зачем я отсортировал? За тем, что теперь выбирать будет немножко поприятнее. Я буду выбирать такие коробки отсюда и сразу ставить их в башенку. Вот первая, вторая, третья и четвертая коробки в башенке. Я уже знаю, что любую башенку, какая бы башенка ни была построена, ее можно отсортить по L. Значит я сразу отсортирую весь массив по L, для того, чтобы потом выбирать башенку из уже отсортированного массива. Немножко кажется логичным. Теперь давайте я опишу схему, по которой мы сможем выбрать башенку. Вообще, выбрать эти коробки в максимальном количестве. Вот здесь включается жадный алгоритм. Давайте выбирать коробки подряд, пока можем. А, ну да, давайте, во-первых, такое утверждение. Если у нас есть N коробок с какими-то параметрами, то можно легко проверить, возможно ли эти N коробок в принципе построить в башенку. Если мне дать все коробки и спросить, они в принципе все могут образовать башенку размера N, я могу это легко проверить. Достаточно лишь для каждой коробки проверить, что C и T больше либо равно всех предыдущих. W1 плюс W2 плюс и так далее плюс W и минус первое. Если это верно для всех коробок, то мы можем выстроить их в башенку именно в этом порядке. Если для какой-то коробки это неверно, то мы не можем выстроить их в башенку в порядке возрастания L и того. А если мы не можем выстроить их в порядке возрастания L и того, то мы никак не можем их выстроить. Потому что, еще раз вернемся на несколько минут назад, если их хоть как-нибудь можно поставить в башенку, то их можно поставить в башенку по возрастанию L-идых. Чудесно. Значит, если мы можем легко проверить на N коробках, можно ли их построить в башенку, давайте теперь придумаем алгоритм, который позволит нам выбрать из N коробок наибольшее количество, которое мы можем выстроить в башенку. Берем первую коробку, ставим ее. W1, C1. Ну, у нее вообще проблем нет, потому что над ней никого нет. Берем вторую коробку, ставим ее. Получается, что C2 больше либо равно W1. Допустим, это неравенство соблюдается, вторая коробка успешно встала на свое место. Прекрасно. Третья коробка, ой, тоже встала на свое место. C3 оказалась больше либо равно, чем W1 плюс W2. Итак, мы не имели никаких проблем, пока не дошли до коробки с каким-нибудь номером K, на котором появилась первая проблема. Проблемная коробка будет красная. У нее параметры WK, CK. Итак, оказалось, что CK меньше, то есть вместимость этой коробки, она оказалась меньше, чем сумма всех весов W1 плюс WK минус 1. И получается, K-тую коробку под все эти коробки поставить не удалось. Давайте я теперь сделаю некоторое утверждение. Среди первых K коробок, утверждение, среди первых K коробок невозможно поставить K коробок в башенку. Почему? Потому что, ну, K-тая коробка не влезла. Значит, K коробок уже не вмещается, да? Значит, максимум можно K минус 1 коробку среди первых K вместить. То есть, одна из этих коробок точно не пойдет в башню. Вне зависимости от того, какие коробки мы там еще внизу допилим, ко всей этой истории, вот эти K коробок не могут все вместе стоять в башне, в будущей большой башне. Это значит, что из этих коробок одну надо удалить. Ну, первой на U приходит именно вот эта красная коробка. Но я предлагаю удалить другую. Я утверждаю, что для всех будущих коробок, которые мы будем внизу тут ставить, да, под эту башенку, для всех будущих коробок реально важен только один параметр. Совокупный вес. Поэтому надо попробовать выкинуть такую коробку, при которой этот совокупный вес будет минимальным. То есть, я предлагаю совокупный вес минимизировать. Как минимизировать совокупный вес? Ну, давайте возьмем из всех коробок, выкинем коробку с максимальным W. То есть, у нас есть W1, W2 и так далее, WK. Мы знаем точно, что одну коробку придется выкинуть. Я утверждаю, что можно спокойно выкинуть коробку с максимальным W. Пусть, например, максимальное W у третьей коробки. Ну, просто для определенности. Вот пусть W3, C3. И тут вес такой огромный у коробки. Но, тем не менее, у нее вместимость такая маленькая, что эту коробку пришлось поставить наверх по порядку LK. Я утверждаю, что можно выкинуть эту коробку. Но, во-первых, давайте поймем, что вот эту коробку точно можно не брать. И все спокойно, башенка вполне существует, правильно? Ну, типа, мы же построили башенку из K-1. И первый раз столкнулись с проблемой именно на красной коробке. То есть, теоретически, можно было не брать катую коробку. Я просто жадный, и поэтому хочу не брать коробку с максимальным весом, чтобы минимизировать суммарный вес башенки размером K-1. Поэтому я предлагаю вместо красной коробки не взять синюю коробку с максимальным W3. Я утверждаю, что при этом оставшиеся коробки можно выстроить в башенку без проблем. То есть, я утверждаю, что можно взять красную коробку, не взять синюю. И тем не менее, коробки спокойно выстроятся в башенку. Почему? Потому что вместо этой синей коробки, прям в это вот место, можно поставить красную. Смотрите, какой прикол. Всем коробкам, которые ниже синей, им станет только полегче. Потому что W3 максимальная, значит W3 больше, чем WK. Больше либо равно. Но если W3 максимальный вес среди всех, то он точно больше, чем WK. Значит, эта коробка сама будет давить на коробки ниже меньшим весом. Значит, они только вздохнут спокойно. Им будет даже приятнее от того, что мы синюю коробку заменили на красную. А что насчет самой красной коробки? Она выдержит вес, который над ней. Верно ли? То есть, это нам известно. А вот верен ли второй факт о том, что CK больше либо равно, чем C3? Верно ли, что она может выдержать все коробки, которые над ней? Ну, как это понять? Непонятно. Ну, мы знаем, что Катая коробка имеет параметр Lкатый точно больше либо равный, чем параметр L3. Потому что у нас изначально весь массив отсортирован по Lкатому. Вот здесь-то нам это и пригодится. Что такое Lкатая? Это WK плюс CK. Ну, это больше либо равно, чем W3 плюс C3. Мы пытаемся доказать, что CK больше либо равно C3. Но мы при этом знаем, что вес третьей коробки самый большой. Значит, это W3 больше верно, чем Wk. Ну, вот из этого легко заключить, что... Давайте продолжим первое неравенство писать. Воспользуемся вторым. Вместо W3 напишем Wk. Wk плюс C3. Соответственно, сокращаем Wk в большом неравенстве. Получается, что CK больше верно C3. Это как раз то, что надо было доказать. Значит, красная коробка в этой башенке, встав вместо синий, начинает меньше давить на нижние коробки и точно выдерживает все верхние коробки. Потому что C3 выдерживала, значит, CK тоже выдержит. CK больше либо равно C3. Мы это доказали. Прекрасно. Значит, можно выкинуть коробку с самым большим весом, а вместо нее воткнуть вот эту катую коробку. После чего полученные коробки можно спокойно упорядочить опять по возрастанию LK, чтобы они представляли себе адекватную башенку. LK самое большое у красной коробки, значит, она постепенно сместится в самый низ. Таким образом, я доказал что? Что можно просто выкинуть третью коробку, а красную коробку поставить в самый низ. И башенка будет вполне существовать. Она будет нормальной, выносливой башенкой. Потому что красную коробку можно поставить вместо синей, вместо третьей коробки. А потом, если такая башенка может существовать, значит, красную коробку можно сместить в самый низ по возрастанию LK, что мы доказывали в самом начале данного видео. прекрасно получается мы умеем доказывать что если среди первых к коробок невозможно поставить все к коробок в башенку то есть одну придется выкинуть то мы берем и выкидываем коробку с наибольшим весом это дает нам самый выгодный результат для всех последующих действий после чего эта третья коробка в нашем мире просто как будто перестает существовать ее можно в принципе из массива исключать вот в общем то уже и готовый алгоритм то есть первый шаг сортируем массив по возрастанию и этого после чего начинаем выбирать коробки и смотреть что у нас все получается первая коробка нормально 2 все в порядке 3 и так далее дошли до к ты появилась первая проблема wk c как только появилась первая проблема мы должны пробежаться по данному массиву выбрать коробку с наибольшим весом например это была коробка w3 и исключить ее из рассмотрения после чего у нас есть к минус одна коробка на большее мы пока и не можем рассчитывать при этом к минус одна коробка гарантирует нам минимальный суммарный вес идем дальше следующую коробку пытаемся поставить следующую 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 опять нашли проблему опять взяли эту проблему в руки пробежались по всем коробкам естественно уже за исключением той который мы выкинули выбрали коробку с максимальным весом w выкинули ее и так далее так далее так далее дошли до конца по сути все мы когда выкидывали неподходящие коробки мы оставляли все подходящие коробки в итоге когда мы пройдем весь массив мы выбросим все неподходящие коробки все оставшиеся образуют красивую башенку максимально возможного размера все задача решена поехали следующий решим задача номер 9 про пончики давайте посмотрим внимательно в чем тут проблема с пончиками проблема в том что если она съедает пончик в какой-то момент у которого добавляется а это и суммарное количество калорий то есть первый съеденный второй съеденный пончик третий съеденный пончик и так далее и ты съеден пончик вдруг превышается это то это все это бан нельзя так кушать пончики интересный факт получается значит что-то мне напоминает если сложить много каких-то параметров и они превышают какую-то общую вместимость ну-ка давайте буквы а заменим на w1 w2 то есть единственное отличие от задачи с коробками то что теперь вес самого пончика калорийность пончика тоже учитывается во вместимости если задача с коробками нам нужно было чтобы вместимость c и ты вмещала все коробки над текущей а сам вес этой коробки не учитывался то теперь этот вес коробки учитывается ну тогда я предлагаю следующую замену а это я предлагаю заменить на w это а c это я предлагаю заменить на л это и вот мы получили предыдущую задачу дело в том что если теперь взять вместо калорийности пончиков вес коробки а вместо параметра вместительности пончика я хочу взять типа я возьму и из вместительности пончика вычту его вес и вот эту штуку я назову вместительностью коробки если вычесть из параметра вместительности пончика его вес то я получу новый параметр ну типа давайте еще раз c и я заменил на l и поэтому давайте я покажу что происходит если из l и вычесть w и получается что только или это w и плюс c и но я вычел w и получилось вместимость коробки то есть пусть вас не смущает то что в этой задаче вместимость пончика тоже назвали таким же числом c как и вместимость коробки в прошлой задачи на самом деле эта задача полностью сводится к предыдущей только вам в качестве входных данных далее сразу или ты вам в качестве входных данных далее не вместимость коробки в отношении всех коробок которые стоят над текущей а вместимость коробки по отношению ко всем которые над ней стоят и к ней самой тоже то есть типа вес самой коробки в этом неравенстве с присутствует и учитывается в параметре c и типа совокупная калорийность пончиков с учетом текущего не должна превысить некоторое число c и значит число c и это по сути число аналогичное и из предыдущей задачи ну а значит нам нужна абсолютно такая же схема то есть мы должны отсортировать по и которые нам уже даны в этот раз мы сортируем не по сумме двух параметров а просто по второму параметру сортируем по c и тому ну и соответственно получаем некоторую последовательность и в этой последовательности мы динамическим образом можем выбрать пончики которые надо съесть также как в 8 задача то есть 9 задача абсолютно такая же как 8 только здесь один из параметров это сразу как сумма двух параметров в предыдущей задачи все 9 задача тоже разобрана поехали решим десятую задача номер десять у нас есть некоторые временные интервалами начало трансляции конец трансляции в чем проблема этой задача в том что временные интервалы могут пересекаться a1b1 а тот раз у какого-то другого преподавателя и интервал a2b2 и вот эти два вебинара уже провести нельзя потому что мы проводим 1 то он пересекается со 2 м если мы проводим 2 тем пересекается с первым нельзя одновременно два этих вебинара провести но этих интервалов накидан очень много a3 там b3 что-нибудь такое тут какой вебинар а4b4 и так далее и нам даны просто все эти отрезки и нам надо понять какие мы можем вебинары провести а какие нет и как много максимальное количество всех вебинаров которые мы можем провести надо определить давайте для того чтобы решить задачу опять возьмем на заметку динамический подход представьте себе что я уже решил какие первые к вебинаров проводить то есть у меня получилось провести вебинар а1b1 потом вебинар а2b2 это все получилось и в этом в конце какой-то там вебинар а к б к на щелчке уже был проведен кстати что такое щелчок щелчок это недельный интенсив перед егэ по каждому предмету это просто дикая пушка супер крутое мега повторение основного материала перед экзаменом и настраивание вашего мозга на то чтобы задать на максимальный результат ну то есть мы подстраиваем расписание так чтобы вы к егэ подошли на таких на максимальных оборотах и смогли супер круто сдать посмотрите по ссылочке в описании к данному вебинару все подробности проведения щелчка как на него записаться как на него купить спеши количество мест ограничено ты можешь в общем-то и не попасть на щелчок если недостаточно быстро будешь кликать на эту ссылку я прям рекомендую прямо остановить сейчас этот видос перейти по ссылке внизу и почитать подробнее про щелчок и собственно залететь на него давай я жду тебя на щелчке по информатике a1 b1 a2 b2 a kbk вот мы допустим уже решили провести какие-то к вебинаров раз мы их сможем сможем провести значит они не пересекаются и мы думаем какой следующий вебинар провести во первых понятно что все вебинары которые мы будем проводить имеет смысл отсортировать по какому-то по левому концу или по правому концу потому что мы точно не будем проводить вебинар у которого начала позже мы не будем проводить его раньше да мы пока не понимаем по какому концу имеет смысл сортировать но мы думаем какой следующий вебинар провести следующий вебинар мы будем проводить на промежутке от bk того до плюс бесконечности где-то вот на этом промежутке какой следующий вебинар провести мы точно не будем проводить вебинары у которых начала раньше чем bk ты то есть надо исключить из последовательности входных данных все вебинары у которых а и t меньше чем бк ты такие вебинары надо исключить все их убрали остались только вебинары у которых начало где-то вот после этого много вебинаров у которых начало где-то после бк этого может быть прям ровно в точке бк ты без проблем какой из этих вебинаров выбрать включаем жадный алгоритм и понимаем что среди всех этих оставшихся вебинаров самым выгодным будет тот который раньше всех закончится чем раньше он закончится тем больше свободного места останется для выбора всех последующих вебинаров вот и вся логика то есть я выбираю просто к плюс первый вебинар таким чтобы бк плюс первое это минимум из всех б и тых для а и тых больше либо равных бк то есть я предлагаю выбрать среди всех вебинаров такой у которого самый ранний конец при том что мы в принципе можем его провести очевидно что добавить один вебинар мы можем имеет смысл добавлять этот вебинар так чтобы после этого у нас было как можно больше возможностей добавлять все остальные вебинары я утверждаю что выгоднее этого ничего сделать нельзя вы скажете а что если этот вебинар не проводить а вместо него можно провести два вебинара как-нибудь там похитрее я говорю но вы какой-то другой вебинар решите провести какой-то другой вебинар первые из ваших двух вебов это будет какой-то другой вебинар не мой если вы решили мой не проводить, значит ваш вебинар, который вы решили проводить, заканчивается позже. Ну как-то он там заканчивается позже, начинается там в какое-то время, неважно в какое, а следующий веб где-то опять начинается позже и заканчивается позже. Я утверждаю, что первый веб, который вы провели, можно было с легкостью заменить на мой вебинар, потому что ваш веб заканчивается позже, а мой веб заканчивается раньше. При этом, что этот веб я могу провести, поскольку его начало позже, чем БКТ, Что второй веб спокойно с ним не будет пересекаться, потому что я сдвинул время конца веба еще пораньше. Но только моя схема, возможно, позволяет еще какой-то вебинар впихнуть дополнительный. Короче, я про что. Если вы как-то смогли поставить два вебинара, то я смогу более ранний из них заменить на свой. Тот, который пораньше заканчивается. Таким образом, вебинар, который пораньше заканчивается, он всегда точно будет приоритетнее. Ну, по крайней мере, не хуже, чем те вебинары, которые вы можете поставить. Это означает, что какой бы веб вы не придумали поставить, я смогу его сдвинуть на пораньше, поставив вот тот самый волшебный БК плюс первый вебинар. Это значит, что среди всех оставшихся вебинаров имеет смысл выбирать тот, у которого БК плюс один самая маленькая из всех возможных. Классический жадный алгоритм. Таким образом, решение задачи это упорядочим все вебинары по Б и тому, то есть по правому концу. На катом шаге с уже выбранными вебинарами мы смотрим, какие вебинары мы можем провести, у каких вебинаров начало стоит, но на БК там или позже. Среди всех таких вебинаров выбираем вебинар с наименьшим бейтом. То есть первый шаг, например, это мы просто выбираем вебинар с наименьшим временем конца. Любой. Первый. Самый первый. Проводим его, у него наименьшее время конца, зашибись. После этого мы среди всех остальных вебинаров исключаем те, у которых время начало раньше, чем вот это вот самое Б первое. Выкидываем их. Среди всех остальных выбираем вебинар с наименьшим Б, пусть это будет Б2. Среди всех остальных вебинаров убираем те, которые не можем провести. Среди всех остальных выбираем те, которые имеют наименьшее БК и так далее. И все. Конец алгоритма. Задание номер 10 тоже разобрано. Задание номер 11. Задание номер 11. У нас есть краб, который решает задачи n минут. Эльф смотрит за тем, как он решает и следит как можно больше, пытаемся решить. Дано k задач, нам нужно определить, сколько из них сможет решить краб. Давайте посмотрим на входные и выходные данные к этой задаче. В первой строке вводится число n, общее число минут, которое краб решает задачи. И число k, натуральное, которое показывает количество задач. Ну вот, например, если вместимость общая у нас 10, задачки 3, то мы сможем решить 2 задачи. 6 плюс 2 не превосходит 10. Если у нас вместимость 3, задачки 2, одна занимает 10 минут, другая 20 минут, то у нас всего 3 минуты, то мы не сможем ничего решить. 0. Если у нас вместимость 100, 4 задачи, 2 плюс 6, плюс 7, плюс 8 не превосходит сотни. Не превосходит сотни. Ну, соответственно, мы сможем решить все 4 задачи. Как решается эта задача? Самый банальный, самый простой, жадный алгоритм. логично что чтобы получить как можно большее количество решенных задач с учетом фиксированного какого-то максимального ограничения сверху нам нужно решать задачи но желательно начать с самых дешевых то есть задачи у которых самое маленькое время решения ну то есть сортируем массив 628 по возрастанию получаем 268 и выбираем подряд маленькие числа пока она не превысит десятку 2 плюс 6 не превысила 8 плюс 8 16 превысила последний исключаем оставляем только те задачи которые были до превышения то есть обычным циклом while просто пробегаемся по данному массиву пока не не берем не наберем количество которое не превосходит десятки при этом является наибольшим возможным очевидно что здесь выгодно это делать именно в отсортированном массиве это очень похоже на 26 задачу зика про архив который там системный администратор формирует архив данных и набирает туда файлы пользователей так чтобы они не превысили архив пытаясь максимизировать количество набранных файлов и опять же получается самым логичным набирать самые маленькие файлы жадный алгоритм его самой чистой форме давайте разберем следующую задачу задача номер 12 есть электросамокат есть путь из а в б у нас тут с формулировкой небольшая проблемка не очевидно что поездка идет по прямой но да вот я и уточняю сейчас это просто поездка по прямой и где-то у нас есть тут станции заряда как-то расположены нам в задача данные дана информация о станциях заряд то есть нам сказано в какие моменты у нас есть тут зарядной станции и мы знаем что мы можем проехать к километров без зарядки то есть число к нам тоже дано и нам дано расстояние между пунктами а и б и нас спрашивают а плите минимальное число мест где можно зарядить электросамокат который придется сделать минимальное число остановок которые нам придется сделать но чтобы сделать минимальное число остановок нам нужно заряжать электросамокат по возможности только на самых поздних зарядках например если к вот такое большое то глупо заряжаться здесь глупо заряжаться здесь давайте останавливаться вот в этом месте утверждение за первый бросок нам нужна хотя бы одна зарядка. Какую из всех зарядок выбрать? Конечно же надо выбирать зарядку, которая расположена правее всего, потому что по сути мы когда выбираем зарядку, мы забываем все прошлое и стартуем заново с этой точки и мы опять вбрасываем такую сеть на к километров вперед закидываем типа где же следующая зарядка? Где бы нам зарядиться? А если мы выберем вместо самой правой зарядки какую-нибудь посередине, то мы по сути забыли прошлое, иначе начали вот отсюда, и это менее выгодно, потому что гораздо выгоднее новое путешествие начинать в как можно более далекой точке. Это дает нам минимизацию количества остановок. Ну то есть алгоритм очень простой. Закидываем на к вперед, выбираем из всех зарядок, до которых расстояние не более чем к, самую правую. После чего повторяем от нее то же самое. Закидываем к вперед, из всех зарядок выбираем самую правую. Ну допустим там к не позволяет нам еще доехать до b, выбираем самую правую и повторяем снова. От нее закидываем к вперед, и вот мы уже доехали до пункта b. Ответ две зарядки вот на такой картиночке с таким большим к. Простая задача, простой алгоритм. Давайте разберем следующую. Задача номер 13. Есть n провинции, и провинции надо как-то объединять, и когда мы объединяем две провинции размером а и б, нам нужно выдать всем паспорта, новые. То есть мы должны выдать а плюс б паспортов в момент объединения провинций. Если же мы после этого еще хотим объединить эти две провинции с третьей какой-то провинцией c, снова объединить вот эту большую новую провинцию с провинцией размера c, то мы должны выдать снова а плюс б новых паспортов, а также еще c новых паспортов. Так, давайте представим себе, что провинции объединялись в некотором порядке. Ну, например, взяли две провинции, объединили их а плюс б, да? Прекрасно, выдали какое-то количество паспортов. Потом где-то там как-то по-другому объединяли какие-то другие провинции, бла-бла-бла, потом дошли в итоге вот до этой объединенной провинции, и с кем-то ее снова объединили, например, с провинцией размера c. Получается, всего от всей этой схемы было выдано а плюс b плюс а плюс b плюс c паспортов. Я сейчас игнорирую все остальные объединения, которые происходили где-то там до того, как мы решили объединить совместную провинцию А плюс Б и новую какую-то провинцию С. Может быть С было составлено из каких-то там других, неважно. Я сейчас хочу рассмотреть только вот такие два объединения. А с Б и потом еще с какой-то там провинцией С. Пусть так сложилось, что С по размеру меньше, чем допустим Б. Я утверждаю, что тогда можно было А и Б не объединять, подождать немножко, сделать все объединения те же самые, которые происходили, чтобы С в принципе появилось. Когда С приближается к этим двум провинциям, чтобы с ними объединиться, знаете, такое уже планирует объединиться, мы говорим, чувак, давай так. Мы могли, конечно, А плюс Б объединить, а потом объединить плюс С, но мы сделаем иначе. Я предлагаю С и Б поменять местами и сначала объединить А и С, таким образом выдать А плюс С паспортов, а потом к ним еще приплюснуть Б. К этой совместной провинции, состоящей из А и С, еще добавить Б. Что заставит меня выдать еще раз А плюс С паспортов и потом еще Б. Мое утверждение заключается в следующем. Я выдал меньше паспортов с помощью такой схемы, чем с помощью такой схемы. То есть я утверждаю, что число, которое написано внизу, оно меньше, чем число, которое написано вверху. Почему? Что за число написано внизу? 2А плюс Б плюс 2С. Я утверждаю, что это меньше, чем 2А плюс 2Б плюс С. Ну, в действительности, давайте сократим в левой и правой части 2А. Давайте сократим Б и С. Получается, я утверждаю, что С меньше, чем Б. Ну да, это и было мое предположение исходное. Если, короче, 3 провинции объединяются в таком порядке, что С меньше, чем... Последняя провинция меньше, чем любая из этих двух. То надо поменять порядок. Надо сначала объединить провинцию с маленькой, а потом объединять уже с большой. Также, если С меньше, чем А, то можно было С и А местами поменять. В итоге получается, что для любых 3 провинций, объединяющихся в каком-то порядке, выгодно сначала объединить 2 самые маленькие, а потом 3 побольше с ними. Таким образом, для любого порядка объединений провинций я могу переупорядочить все объединения так, чтобы в итоге они упорядочивались в порядке возрастания своих размеров. Ну, а значит, решение задачи очень простое. Упорядочиваем все провинции по возрастанию их размеров. Получается x1 меньше, чем x2, меньше либо равно, чем x3 и так далее. Меньше либо равно xn. А потом начинаем объединять. Сначала первые две, потом эти с третий, потом эти с четвертой и так далее. И это дает нам наименьшее количество выданных паспортов в связи с доказанным утверждением. Все. Получается, весь файлик разобран. Еще раз повторюсь, жду вас на щелчке перед ЕГЭ. Залетайте. Добро пожаловать в марафон. Добро пожаловать в марафон.